Боец в синем углу, боец из Кыргызстана Макс Адбек Улу-Улурбе. Аплодисменты, друзья! Чемпион Кыргызстана по Панк Радиону, 22 года, рост 170 см, вес 65,6 кг, рекорд ММА 1-1 поражение. Боец из Кыргызстана Макс Адбек Улу-Улурбе. Красный угол, боец из Астры, встречайте и приветствуйте Кимур Гагаев. Чемпион Астры по боевому самбо, 27 лет, рост 175 см, вес 60,7 кг, рекорд ММА 1-1 поражение. 25,65,7 кг, профессиональный рекорд ММА, 7 боев, 5 побед, 2 поражения. Представляющий клуб МФС Австрия, Тимур Гагаев. Работаем два раунда по 5 минут на протяжении всего боя. Ну, конечно, дорогие друзья, поопытнее-то у нас будет Тимур Гагаев. Что сможет ему противопоставить Макс Адбеку, Уларбеку, мы это с вами увидим. И насколько долгим будет этот поединок, ну, мы тоже с вами узнаем буквально через несколько мгновений. Поехали! Кто первым пойдет в атаку? Ну, наверное, может быть, тот, кто менее опытный. Я имею в виду Макс Адбека из Киргизстана, извините. Давайте я просто его буду называть Макс Адбек. Потому что каждый раз повторять Улу-Уларбек, я думаю, будет достаточно трудно. Особенно в какие-то пиковые моменты, когда нужно будет комментатору говорить немножечко побыстрее. Ну, вот пока идет разведка боем. Такие легкие, не особо достигающие цели удары с одной и с другой стороны. Лоу-Кик в исполнении бойца из Киргизстана. И присматривается к своему сопернику Тимур Гагаев. Еще один лоу-Кик пытался ответить ударом рукой в голову уже Тимур Гагаев. Еще одна попытка ударить. Достаточно легко ушел от этого удара Тимур Гагаев. И опрокинул своего соперника. Тот, в общем-то, достаточно быстро встал. И более того, так, нельзя цепляться, нельзя цепляться пальцами за сетку. Ну, в общем, Максатбек не первый. Сегодня цепляется за сетку, но хорошо действуют у нас рефери в ринге. Быстренько пальцы отцепляют. И, думаю, могут и замечания объявить. Если очень часто будет цепляться за сетку кто-нибудь из бойцов. Пока Гагаев не может ни бросить толком, ни ударить акцентированного своего соперника. Тот сдерживает руки и, в общем-то, не обрушивается на помост. Более того, контратака была со стороны Максатбека. Вот неуступчивый такой киргиз-то у нас вышел на ринг. Не знаю, как быстро забирался победить его Тимур Гагаев. Но, в таком случае, повозиться с этим парнем Тимуру явно придется. Я думаю, Тимур какую-то ставку все-таки делает на свой удар. Удар рукой, потому что пару раз он доставал Максатбека. А Максатбек, смотрите, сам идет вперед, сам наносит удары в голову. Лоу-кик, смотрите, вот такая вот троечка. Да, лоу-кик, удар справа, удар слева. Атакует боец из Кыргызстана. И вот вторым номером, в общем-то, у нас работает Тимур Гагаев. Что ему принесет этот второй номер, посмотрим. Тимура, конечно, подбадривает из зала. Удар левый, в общем-то, у Тимура прошел. А два удара, в общем-то, пошли по воздуху. Ну что? Борьба в партере. Возможность провести удушающий прием. А вот у кого трудно вот даже с этой точки там, которую выбрали наши операторы, разглядеть, будет ли там или есть ли там попытка. Нет, ну, попытки удушающего приема нет ни с той, ни с другой стороны. Просто захватил Максатбек руки Тимура Гагаева. Тот его так спиной о ринг бабахнул. Но дальше дело пока не идет. Ну и стойку не поднимает Александр Сидорин, бойцов. Не прошли удары снова у Тимура Гагаева. Хорошо обороняется киргизский боец. Оборона у него поставлена. Как говорится, азы знает. И, в общем-то, даже неплохо. Даже сам пытается контратаковать, во всяком случае, наносит там вот удары в голову, справа, слева Тимуру Гагаеву. На секунду буквально освободил свою руку Тимур Гагаев. Удар не очень-то прошел. И что? И гонг. Третье советы Тимур Гагаев. Посмотрим. Второй раунд. И второй раунд. Второй раунд, дорогие друзья. Начинается с атак Макса Дбека. Удары пока по воздуху. Но, в общем, попытки есть. И у того и у другого бойца. Хорошо контратаковал сейчас Тимур Гагаев. Даже опустил руки Тимур. Но это так до красоты. Вот встречные удары. Кто оказался точнее, я думаю, рассмотрят судьи. Пошел в атаку боец из Кыргызстана. Ну, не знаю. Вот, судя по его титулам, да. И то, что у него всего один бой. И он всего лишь чемпион Кыргызстана по панкратиону. И что парню всего 22 года. Наверное, вряд ли кто от него ожидал вот такой активности. Наверное, не ожидал и Тимур Гагаев. Потому что вот он пытается найти какие-то противодействия. Пытается найти какие-то варианты, чтобы, в общем-то, выиграть у Макса Дбека. Но тот, в общем, подавляет Гагаева своей активностью. Оказывается, на ринге Гагаев и сверху наносит удар им Макса Дбек. Не все они, разумеется. Ну что, болевой на ногу. Да вроде нет. Нет. Вот уже жест он там показал Макса Дбек. Вставай Тимуру Гагаеву и продолжает, продолжает обрабатывать его ударами. Не хочет занимать позицию там сверху. Не хочет сам занимать позицию в партере. Но вот уже немножко посвистывает зрители. Потому что, смотрите, явно теряет силы сейчас Тимур Гагаев. И если он что-то вот не предпримет, никаких-то действий, понимаете, то может все-таки Макса Дбек и добить Тимура. Потому что, смотрите, удар следует за ударом. По корпусу, в голову. Не садится, как говорится, сверху Макса Дбек. Ну что, болевой на ногу. Пройдет, не пройдет. Пытается вывернуться, разумеется, Макса Дбек. И вывернулся. И продолжает наносить удары Тимуру Гагаеву. Тимур, конечно, защищается, пытается применить болевой прием. Два раза цеплялся за ногу своего соперника. Ничего особенного не получилось. Удары следуют один за одним. Ну что, будет останавливать Александр Сидорин бой? Да, в общем, нет. Есть и чуть силы у Тимура Гагаева. Но, по-моему, все-таки побольше их у Макс Дбека. Вот еще несколько ударов. Не все они попадают в цель, но, в общем-то, Тимур Гагаев уже в крови. Уже кровь у нас на ринге. По-моему, впервые кровь у нас появилась на ринге. До этого как-то не очень кровавые были у нас поединки. И тут, смотрите, ну уже начинается избиение. Лишь бы не было удара по затылку. Это запрещено. А еще одна попытка со стороны Тимура Гагаева. Но хоть как-то изменить положение дел в этом поединке. Не останавливает Александр Сидорин бой. Дает еще один шанс Тимуру Гагаеву. Тот ногами обороняется. Но очень мощные удары пропускает. И не удалось Тимуру зацепиться за ногу Макс Дбека. Да, силы у Тимура на исходе. Вот он так ногами, что называется, отмахивается от своего соперника. А у того проходят удары в голову. Все, полетело полотенце не белое. Выбросил его Зубаир Тухугов. Да, вот так вот. Да, Зубаир остановил это избиение Тимура Гагаева. Не знаю, что Тухугов советовал там Тимуру Гагаеву в перерыве между раундами. Ну вот, не удалось ему. В общем-то, эти советы умелого и опытного бойца ММА Зубаира Тухугова воплотить жизнь. Ну а Макс Дбек, Улу, Уларбек, ну просто молодец. Никто от него такой прыти, в общем-то, не ожидал. Что он вот так вот мощно расправится с Тимуром Гагаевым. Ну и кстати, в общем-то, весьма и весьма. На четвертом минуте 16 секунды второго раунда, ввиду остановки боя секундантами, победу одержал Макс Акбек Улу, Уларбек, Киргизстан. Вот так вот очень-очень-очень достался непростой соперник Халиду Юнусову.